Бургундия Бургундия, Армандия, Шампань или Прованс, Эфес почаще грейте на ладонь, Дай Бог, чтоб эта песня Бургундия, Армандия, Шампань или Прованс, Была, мой друг, про вас, где подлость, там схватка, Два слова и перчатка, Пока еще жива я сколь. Благословляю вас в дорогу. Во свет врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь там, где это можно, слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Бургундия, Армандия, Шампань или Прованс, И в ваших жилах тоже есть огонь, Но умницы фортуне ей Богу не давать, Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть Гасконь. Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть Гасконь. Кш-я-ха! Кш-я-ха! Какое спешное! Клоунный приятный! У нас в стране на каждой лье Сто шпионов решились! Бегнет в концу-с! Известно кардиналу! Ой, что ж-то я говорю! Ой, что ж-то я говорю! Шпионы там, шпионы здесь, Без них ни встать, без них ни сесть. Вздохнёт француз. Известно кардиналу. Ой, боюсь, 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 вот в птицу метишься. Шпион! С дерицей встретишься. Шпион! И прочь, что ж, известно кардиналу. Пойдёшься, герцидит жмём! Каналии! Какое варварство! Вы посмотрите, что эти проклятые гасконцы сделали с благородным животом. Перестаньте, господа. Вы несправедливы к хозяину. Скорее всего, он очень гордится этим редкостным попугаем. Смеётся над конём тот, кто не осмиривается смеяться над его хозяином. Смеюсь я редко. Но надеюсь сохранить за собой право смеяться тогда, когда захочу. А я не позволю вам смеяться тогда, когда я этого не желаю! Ну, вот как? А-а-а! На, получай! Той! Обернитесь, посударь, пока я не ударил вас сзади! Следующая встреча с этим человеком будет для вас последней. Вы правы сюда. Тихо! Миледи! Лошади готовы? Ее Преосвященство ждет вас. Что у вас здесь происходит? Это так, знаете. Что это у него? Детре Вилю? Детре Вилю? Мне уже шлипотасы с ним. Во всяком случае, нужно запомнить его имя. Д'Артаньян. Ваш лошади, граф. Минутку, сударыня. Стой! Трус! Трус и вор! Подлец! Успокойте его, Рошфор! Где письмо тысяч детей! Трус! Жалкий, ничтожный! Трус! Ну, какая она! Какая она красавица! Кто? Кто она? Это белокурая Миледи. Ничего особенного. У нас Менгер и получше есть. Ты права. Если они похожи на тебя. У нас в стране на каждой лье По сто шпионов в Ришелье Мигнет француз, известно кардиналу. Шпионы там, шпионы здесь. Без них ни встать, без них ни сесть. Сдохнет француз. Известно кардиналу. О, боже, как вы сюда тихо входите, Миледи. Ну, пардон, Монсеньор. Приглашаю вас на маленький домашний концерт, Который мы обязаны графу И пока еще неизвестному мне автору. Ну, что там дальше, Рошфор? Продолжайте. Миледи, а вас я попрошу Помочь графу первым голосом. Хорошо, Монсеньор, но только вторым. Ибо во всех случаях первый голос ваш. Кардинал был влюблен В госпожу Дагильон. Повезло и... Не стесняйтесь, граф, продолжайте. Откопать шампиньон. Лилон-лила, 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 лилер. Лилон-лила, лилон-лила, Лилер, лилон-лила. Кардинал ел бульон С госпожой Дагильон. Он поел на ЭКЮ, Погулял на миллион. Лилон-лила, 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 лилер. Лилон-лила, лилон-лила, Лилер, лилон-лила. Что хранит медальон Госпожи Дагильон? В нем не то кардинал, А не то скорпион. Лилон-лила, 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 лилер. Лилон-лила, лилон-лила, Лилер, лилон-лила. Лилон-лила, лилон-лила, Хватит, хватит. Я благодарю вас. Кстати, Рашфор, что вы сделали, чтобы я познакомился с автором? Ну, что вы сделали, Рашфор? Вам знаком автор, ваше Преосвященство. Вот как? А почему же он до сих пор не в Бастилии? Это невозможно, ваше Преосвященство. Запомните, Рашфор, для меня нет ничего невозможного. Кто же он, этот замечательный, остроумный автор, неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию? С вашего позволения, у этих песен нет автора. Это так называемые уличные песни, их сочиняет толпа. Народ, так сказать. Запомните, Рашфор, нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию. А почему вы не арестовали хотя бы певца, если большее вам не по силам? Вмешательство какого-то сумасшедшего гасконца помогло им бежать. Вот рекомендательное письмо Детравилю, изъятое у него. Миледи, вам необходимо немедленно вернуться в Англию и оттуда сразу же прислать сообщение, если герцог Бекингем покинет Лондон или отправит в Париж кого-нибудь из доверенных лиц. Война с Англией может стать неизбежной. Какие еще будут распоряжения Ваше Высокопреосвященство? Все распоряжения в этом ларце. Вскройте его по ту сторону Ла-Манша. Боже, какая таинственность. Во Франции будьте осторожны особо. Появление этого гасконца в Менге может быть не случайным. Рашфор. Да, мансеньер. Разузнайте-ка все об этом человеке. Слушаю, мансеньер. Париж. Да, мансеньер. Да, мансеньер. Констанция, чёрт возьми! Куда вас опять черти несут? Оставьте меня в покое, ради Бога. В покое? Вы ж, чёрт возьми, жена просит оставить её в покое! Констанция, стойте! Я не хочу видеть вас радости себе! Как вы родилась за вас замуж, вас об этом предупреждали в Лувре. Кто скажет? Констанция! Констанция, стойте! Я хочу видеть вас каждый день! Вы принадлежите мне по закону, вы моя жена! Я хочу уладеть вами целиком! Пусть смотрит! Какая разница! И вещи, и люди одинаково продаются и покупаются! Эй, нельзя ли повезли без дамы, милейшей? Хорошо, моя жена! Ну-ка! Констанция, между прочим, она служит у самой королевы. А я Бонассие, галантерейщик Бонассие. Слушай, чем вот вам нужна комната в наём? Я сдаю замечательную комнату, отсюда прекрасный вид. Лучшего вида вы не найдёте во всём Париже, а воздух! Сказка! Скажи-ка лучше, милейшей, как мне проехать к дому господина Дотревилля, капитана королевских мушкетёров? Капитана королевских мушкетёров? Минуточку, сударь! А вот и я! Скажи, сударь, вы что, хотите появиться перед капитаном королевских мушкетёров в этом берете? Подожди-ка! Что тебе не нравится в моём берете, а? Берет прекрасен! Но просто мушкетёры сейчас носят вот такие шляпы с перьями! Ха-ха! Я, пожалуй, куплю у вас эту шляпу! Ну, попозже. Сударь, я бы мог купить вашу лошадь за пару икью, вы добавите ещё один икью, и шляпа ваша? Моя лошадь стоит сто икью. Но, видя, как она вам приглянулась, я уступлю ей вам за три икью, и шляпа моя! Ах, не могу устоять перед настоящим благородством! А? Ха-ха-ха! Настоящий мушкетёр! Знаете ли вы, господа, мушкетёры? Что мне сказал король, не дали, как вчера вечером? Нет, капитан, нам это неизвестно. Неизвестно? Неизвестно, капитан. Прекрасно! Так вот. Он сказал, что... что вчера вы задержались позже разрешённого времени в кабачке на улице Феру. Орали, пели, нарушали ночной покой. Так что проходившие мимо гвардейцы кардинала были вынуждены сделать вам замечание. Более того, они пытались вас задержать. Было это или не было? Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, господа, было это или не было? А-а-а! Вы молчите? Вы молчите? Тысяча чертей! Вчера, разговаривая с королём, кардинал назвал вас головорезами! Чёрт на зла! Никаким вы не головорезы! Если позволяете гвардейцам кардинала вас арестовать... А вы? Вы, 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 арамис! Зачем, зачем, зачем? Зачем вы выпросили у меня кафтан мушкетёра? Сутан Аббата была б вам более к лицу. А вы, вы, паштокс! Зачем вам эта роскошная перевесть? А-а-а! Под все вероятности, вы хотите прицепить к ней соломенную шпагу. О! Я не вижу нашего третьего героя. А где же ваш друг Атос? Нет, я спрашиваю. Я спрашиваю, 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 где Атос? Сударь, он болен. Он очень болен. Угу. Вот что? Интересно. Очень трогательная история. Так чем же он заболел? Я полагаю, что у него осп, сударь. Это очень печальная история. Эта болезнь может изуродовать ему все его лицо, между прочим. Ай-ай-ай! Вы от меня скрываете! Я знаю, он наверняка ранен. Нет! Он наверняка убит. Все, господа. Все, господа. Я принимаю решение. Сегодня же я иду в Лувр и подаю подставку. И если у меня ее не принимают, я делаюсь аббатом. Ах! Ах! Какие молодцы! Шесть королевских мушкетеров позволяют себе арестовать шести гвардейцам кардинала. Нет. Нет, господа. Я меняю решение. Я меняю решение и обращаюсь к королю с просьбой. А значит, меня лейтенантом гвардейцев кардинала. Гвардейцы, это же прекрасные ребята. Прекрасные, смелые, отважные, настоящие мужчины. А трусить, убегать, это могут только королевские мушкетеры. Командир. Да, господа. Капитан. Я покидаю вас. Навсегда. Нас действительно было шестеро против шестерых. Они напали на нас внезапно из-за угла. И прежде чем мы успели обнажить шпаги, двое из наших были убиты на повал. А Атос... Атос был настолько тяжело ранен, что немногим отличался от убитого. Шпага пронзила ему плечо. Он дважды пытался подняться. И дважды валился на землю, но тем не менее мы не сдались, сударь. Мы не сдались? Нас уволокли силой. Ну, по дороге мы скрылись. А его оставили лежать на поле битвы. Полагаю, что с ним не стоит возиться. Вот как было дело, черт возьми, капитан. Портос, не всякий бой можно выиграть. Ну, да. Великий Помпей проиграл фарсальскую битву. А король Франциск Первый, который, как я слышал, тоже кое-чего стоил, бой при Павии. Осмелюсь заметить, сударь, что одного из нападавших Арамис заколол его же собственной шпагой. Так как его шпага сломалась после первого же выпада. Убили? Убил или заколол? Ну, одного или шести. Трех. Это уж как вам будет угодно, сударь. А вообще-то мы мухи не тронем. А вы говорите, что мы головорезы, сударь. Ну, это меняет дело. На волоське судьба твоя. А вот и Атос. Враги полны отваги. Но слава Богу есть друзья. Но слава Богу есть друзья. И слава Богу у друзей есть шпаги. Жив и здоров. По всей вероятности, тысяча чертей. Кардинал кое-что преувеличил в рассказе королю. Атос! Атос, вы бледны! Лекаря! Не надо. Я здоров. И жду ваших распоряжений. Я прошу вас не рисковать своей жизнью. Дети мои. Храбрецы дороги королю. А королю известно, что мушкетеры самые храбрые люди на земле. Можете отдыхать, господа. Мушкетеры короля к бою! Шпагина голод дворянет. Пыль Парижа этот враг. Сюду кровь на лильской гане. На брованских кружевах. Если сам вам шпаги дал, Так могу остановить я Влетающий металл. Кровопролитие, 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 Кровопролитие. Дуэлянты-забияги, Вы клинки скрестили в ночь. Вы деретесь ради драки, Ради смеха льете кровь. И когда предсмертный крик За ты плещет, словно птица, Ваша совесть не на миг Не пробудиться, не пробудиться, Не пробудиться, не пробудиться. Хоть затрон на ракном воле Кровь пролить вам не впервой, Но ее куда поболее На Парижской мостовой. Если сам вам шпать не ждал, Как могу остановить я Кровь в летающий металл. Кровопролитие, 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 кровопролитие. Кровопролитие, кровопролитие. Кровопролитие, кровопролитие. Кровопролитие, кровопролитие. Кровопролитие, кровопролитие. Субтитры создавал DimaTorzok Арамис, я занят, Портош. Что, опять пошел к своей белошвейке? Молодец, Леонардо! Молодец! Молодец! Что это? Черт! Что вы хотите от меня? Черт, поверь, отстаньте! Что такое? В чем дело? Я Д'Артаньян из Биарна! Не подходите! Я буду защищаться! Черт, поверь, что это? Отпустите! Боже мой! Одно лицо! Простите! Я знал и очень любил вашего отца, мальчик. Надеюсь, рекомендательное письмо при вас? Клянусь честью, оно у меня было. И, поверьте, сударь, написано, как полагается. Но в Менге у меня украл его человек со шрамом! Со шрамом? Да! В фиолетовом костюме? Да, я убью его! Спокойно! Советую вам, молодой человек, не связываться с ним, если вам дорога жизнь. Нет, я убью его! Хорошо. Об этом потом. Я очень любил вашего отца. Чем могу быть полезным его сыну? Сударь, я надеюсь, память той дружбы, о которой вы не забыли, просить у вас плащ мушкетера. Плащ мушкетера. Я, конечно, и сам понимаю, что это безумное расточительство. Но надо же куда-то деньги делать. Портоз, а не преподнесла ли ее тебе дама под буалью, с которой я тебя встретил около ворот Сент-Оноре? Нет! Клянусь честью, нет! Нет! Я могу засвидетельствовать, что я заплатил за нее 12 пистолей. 12 пистолей! Клянусь честью, клянусь честью! Иными словами, сударь, я должен оказаться достойным этой чести. Да. Несколько блестящих подвигов, или служба в течение двух лет, в полку поскромнее, чем наш. Но из уважения к вашему отцу, молодой человек, мне хотелось бы кое-что сделать для вас. Надеюсь, что денег, которые вы захватили с собой, вам не хватит в Париже на жизнь. Мне не нужны деньги. Я собираюсь разбогатеть, но не сейчас. Это не срочно. О-о-о! Гордец! Я тоже явился в Париж с тремя ЭКЮ в кармане. И вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелится мне сказать, что я не могу купить Лувр. У меня есть пять ЭКЮ. Меня интересует карьера военного. Карьера военного? Хорошо. Что? Ничего. Я напишу письмо начальнику Королевской академии. Он примет вас без всякой платы. Благодарю вас. Вы там научитесь верховой езде, фехтованию, танцем. Заведете полезные связи. Мне не нужны академии. Любой гасконец с детства академик. Вы же знали моего отца. А я весь в него. Гасконий неизвестно слово трус. Не знать мне шпаги, если вы не правы. У нас гасконцев лучший в мире вкус. Ничто нам не по вкусу, кроме славы. Скуластое лицо особенное стать. Вот вам гасконский облик без изъяна. Поверьте, сударь, вам недолго ждать. Париж еще узнает. Париж еще узнает. Париж еще узнает. Париж еще узнает Норталья. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. И в ваших жилах тоже есть огонь. Но умница фортуне ей Богу не до вас. Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть гасконь. Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть гасконь. Без славы мне в Париже и не житье. Вся жизнь прошла, пора судьбой заняться. Так сколько же вам лет, деся мое? Много, сударь, много! Восемнадцать! Рука твоя тверда, вот верная черта Гасконского прославленного стиля. Я таким же дерзким был, когда Париж узнал, Гасконца, Париж узнал, Гасконца, Париж узнал, Гасконца, Детривия! Бургундия, Нормандия, Шампань или Бравас? В ваших жилах тоже есть огонь, Но умница портует и окунье до вас. Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете, Есть Гасконь! Пока на белом свете, Пока на белом свете, Есть Гасконь! Пока на белом свете, Пока на белом свете, Есть Гасконь! Это он, это он. Негодяй! Подлец! Что? Ты еще чертей! На этот раз ты от меня не уйдешь! Остановитесь! Стой, негодяй! Черт возьми! Настоящий гасконец! Прошу прощения, это человек из Мэнга, который украл письмо отца! Самошедший! Упаси вас Бог от этого человека! Возьмите свои вещи! Клянусь, я убью его! Остановитесь! Я убью его! Простите меня, но я тороплюсь! Ах, вы торопитесь! И на этом основании наскакиваете на людей, говорите им, простите! Поверьте мне, сделав это нечаянно, я сказал, простите меня! По-моему, этого достаточно! Сударь, вы невежа! Ты еще чертей, сударь! Не вам учить меня манерам! Предупреждаю вас! Кто знает? Ах, если бы не так торопился! Если бы не гнался за одним человеком! Так вот, господин торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите! Где именно, не угодно ли сказать? Возле монастыря Дышов, 12 часов дня! Я буду там, сударь! И смотрите, не опаздывайте! Ровно в четверть первого я вам уши на ходу обрежу! Отлично! Явлюсь без 10-12, чтобы сохранить уши! Ну, я ее и взял, естественно! Что это? Сударь, с ума вы спятили, что ли? Бросаетесь не людей! Простите, сударь, я очень спешу! Э-э, сударь, а? Сударь, глаза вы забываете свои, что ли, когда гоните за кем-нибудь, а? Нет! Мои глаза позволяют не видеть то, чего не видят другие! Сударь! Советую вам не шутить с мушкетерами! Иначе для вас дело может кончиться трепкой! Трепкой не сильно ли сказано? Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам! Еще бы свой тыл! Вы не покажете никому! Тыл! Тыл! Сейчас! Вы заедете к Сембургскому дворцу! Читер Сарова я вам уши на ходу отрежу! Читер Сарова! Читер Сарова! Прошу прощения, но я до нескольких секунд воспользуюсь на секунду! Не нужно догнать одного негодяя! Не слишком ли много совпадений? Простите, сударь! Я вас принял за другого! Извините! Передвижение с такой скоростью юноша может лишить вас головы! Да! Вот ваш платок, сударь! КБТ! Так-так, судя по инициалам, наш скрытный арамис получил этот платок от госпожи де Буатраси! Вы ошибаетесь, господа! Вот мой платок! И я не понимаю, почему этому юношу взбрело в голову отдать этот платок именно мне! Клянусь честью! Вы на него специально наступили! Великолепно! В таком случае мы вас покидаем, господа! Надеюсь, вы не поссоритесь! Привет! Тут дело не шуточное, юноша! Речь идет о даме, которую вы скомпрометировали! Вы! Мы скомпрометировали! Черт подери! Я полагаю, что вы не глупый человек, хоть и прибыли из Гасконии! Вам надо было понять, что Париж не вымощен батистовыми платочками! Как вы смели отдать этот платок мне? Как вы могли наступить на этот платок? В таком случае я имею честь встретиться с вами! В два часа! Фу, в монастыря дышу! Хорошо, я убью вас там! Ничего не поделаешь, поправить ничего нельзя! Утешение одно, если я буду убит, я буду убит мушкетером! Не дурно! Монсеньор! Монсеньор! Это я! Я! Посланник герцогов Парижа! У него письмо королеве! Итак! Посланник герцога Бекингема в Париже! Интересно, зачем он приезжал сюда? Госпожа Долануа сообщила мне, что Ее Величество поздно не ложилось прошлой ночью. А сегодня весь день она писала. Все ясно? Все понятно. Писала, разумеется, Ему. Ваше Величество, Ваше... Ему, Ему, Ему! Она хочет посягнуть на мою честь. Ваше Величество, как Вы могли допустить подобную мысль? Королева верна Вам? Я утверждаю, эта переписка имеет чисто политические цели. Совершенно другие цели, герцог. Я Вам говорю, что королева любит этого подлого Бекингема. Добудьте мне все бумаги королевы. Хорошо, Ваше Величество. Если не ошибаюсь, при ней состоит некая Буанасье. Я разузнаю все через нее. Герцог, добудьте мне письмо королевы. Я поручаю эту миссию именно Вам. Мне, Ваше Величество, мне это... Вам, Вам. Я с удовольствием уйду в отставку, Ваше Величество. Но должен отказаться выполнить Ваш приказ. Ну, хорошо, хорошо. Я сам. Все приходится делать самому. Недаром Вас называют справедливым, Ваше Величество. Я здесь, Ваше Величество. Я здесь, Ваше Величество. Еще раз. Сир, ты прекрасный! Прекрасный. Прекрасный. Ваше Величество, что произошло? Нам стало известно, что королевой сегодня написано письмо. И что оно не отослано адресату. Мы знаем, кому оно адресовано. Где письмо? Ищите же, Ваше Величество. Где письмо? Это обыск. Я преступница, надо полагать. Где письмо? Угу. 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 Зис! Письмо! 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 Угу. 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 Кардинал прав, вы занимаетесь политическими интригами. Даже пишите вашему брату, чтобы Испания напала на Францию. Чтоб покончить с кардиналом. Кардинал так защищал вас, а вы так люто его ненавидите! Угу. 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 Шпага в моей левой руке не облегчит вашей участи. Я одинаково свободно действую и левой, и правой. Вы очень любезны, сударь. Для вашего плеча у меня есть чудодейственный бальзам, который мне дала в дорогу моя матушка. Если вы не побрезгуете им воспользоваться, по прошествии трех дней вы будете исцелены, а когда вы поправитесь, я почту за великую честь скрестить с вами шпагу. Клянусь богом, сударь, это слова человека несомненно благородного. Так говорили и действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый настоящий мужчина. Однако полдень, где же эти лодыри? Да, я забыл предупредить вас, со мной будут два ассистента. Если вы спешите, сударь, если вам угодно покончить со мной немедленно, прошу вас, не стесняйтесь. Ой, эти слова мне по душе. Сударь, я очень люблю людей вашего склада, и думаю, мне приятно будет в последствии беседовать с вами, если, конечно, мы... Я не убью вас сегодня. Я буду счастлив сударь. А вот мой первый ассистент. Ваш первый секундант? Господин Портос? Портос, я дерусь с этим молодым господином. И я дерусь. Именно с ним. Только час-две. А вы почему, Портос? Дерусь просто потому, что я дерусь. Мы поспорили по поводу одежды. Ага. А вот и мой второй. Как? Ваш второй секундант? Господин Арамис? Позвольте, но я дерусь с этим господином. Только два часа. А вы почему? Арамис? Я дерусь по поводу несогласия. В некоторых вопросах богословие. Да, одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях. Господа, коль уж вы все здесь собрались, разрешите принести ему свои извинения. Ну, вы не поняли меня, господа. Я просил извинения на тот случай, если не буду иметь возможность дать удовлетворение всем. Троим. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня. И это может лишить возможности уплатить мой долг чести вам, господин Портос. Ага. Обязательство же, выданное мною вам, господин Арамис, вообще превращается почти в ничто. Прошу простить меня, господа. Но только за это. А теперь... Не начнем ли мы? Гвардейцы! Эй, мушкетеры! Вы собирались здесь драться? А как же с эдиктами, запрещающими дуэли? А ну-ка идите своей дорогой, господа! Это лучшее, что вам следует сделать. Проваливайте, проваливайте, господа! По добру, по здорову! Ложите-ка шпаги в ножны и следуйте за нами. Вы арестованы! Их много, а нас только трое. Вот именно, трое. И мы опять потерпим поражение или... Я согласен с Арамисом. Или нам придется умереть на месте. Разрешите поправить вас, господа? Нас четверо! Но вы же не мушкетер! А вы, молодой человек, отойдите. Мы даже не будем возражать, если вы ударитесь. Или вам мало менга? На мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер! Сердце мое, сердце мушкетер! Повторяю, господа, соблаговолите следовать за нами. Или мы вынуждены будем взять вас силой. Нас будет трое. Из которых один раненый. Придачу неопытные юноши. А скажут, скажут, что нас было четверо. Атос, ну, отступать как-то. Я предлагаю драку. Возьмите меня, господа! Вы не пожалеете! Мы будем иметь честь атаковать вас! А этот мой? Прости, господи, невинное прегрешение наше! Я должен с вами расквитаться, сударь! Защищайтесь! А, а не получи, щенок! Все отсюда! Все ко мне! Показую! Ап-а! Ап-а! А ну-ка, отдохни. Получите! Так получилось. Преосвященство, еще на Неверальское блаженство. Откуда жизнью живем земной? Пусть похлопочет. Берегитесь, Анастас! Пусть поаграю ортенец за на Молодец! Со мной! Мама высота, Преосвященство. Нам обещал на Неверальское блаженство. Из-за Неверальского блаженства. Покуда жизнью живем земной? Пусть похлопочет, Пусть похлопочет. Пусть похлопочет, Он за нас прецаат. Стоп! 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 Шпако! Я подожду. Начнем? Шпако! К бою! Молодец! Гасконец! Браво! Вашу шпагу, сударь! Мы с тобой еще встретимся, щенок! До скорого свидания! Хоть Бог и запретил дуэли, Но к шпаге чувствую талант, Дерусь им раз я на неделе. Но лишь тогда, когда задели, Когда вы честь мою задели! Ведь право! Я не дуэлянт! Ведь право! Я не дуэлянт! Вот так будет. Я не дуэлянт! А-а-а... А-а-а-а... 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 Господь, Ты видишь это дело, В нем жил злодей и пасквелянд, Его Ты создал неумело, Но дал мне шанс исправить дело, Хоть право я не дуэлян, Хоть право я не дуэлян. Века уходят неотложно, Дуэль исчезнет до конца, И это к лучшему возможно. Но во живой, как будет сложно, Ах, во живой, как будет сложно, Призвать к ответу наглеца. Призвать к ответу наглеца. Я к вашим услугам, господа. Ну, какая же дама устоит против такого прекрасного бельканта? Я к вашим услугам. Эй, Гасконец! Атос, Пордос, Арамис и Доксадян! Один за всех! И все за одного! Господа, ну одного! Я не возражаю, но семь гвардейцев за твой дня это слишком, потому что среди них верные телохранители монсеньора кардинала. Ваше Величество, как видите, мушкетеры полны раскаяния. Раскаяния. Они просят Ваше Величество простить их. Смущенные полны раскаяния. Что-то я не очень верю этим хитрым рожам. Особенно вот этому. С физиономией Гасконца. Лучшая награда за преданность пистоли. Не так ли? Ляшине! Отсыпьте юноше тридцать, нет, сорок пистолей. Гасконцы по-прежнему бедны, хотя и помогли моему отцу зайти на престол. Детревиль, поскольку свободных вакансий в Вашем полку нет, я предлагаю зачислить юношу в гвардейскую роту Вашего зятя, господина Де-Зесара. Рад за Вас, Дертаньян. Представляю гримасу кардинала. Когда он увидит, что... что мои мушкетеры в пять раз, нет, пожалуй, в десять раз превосходят его гвардейцев. Но, господа, с сегодняшнего дня хватит. Вы слышите, я говорю, хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей! Я могу и впредь, надеюсь, рассчитывать на Вашу преданность. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку Счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, В судьбе не раз шепнем Перси боку. Опять скрипит потертое седло, И ветер холодит Былою рану. Куда Вас, сударь, к черту занесло? Неужто Вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку Счастливому клинку. Пока, пока, покачивая Перьями на шляпах, В судьбе не раз шепнем Мерси боку. Нужны Парижу деньги Цель-ави! А рыцари ему Нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку Счастливому клинку. Пока, пока, покачивая Перьями на шляпах, В судьбе не раз шепнем Мерси боку. Мерси боку! Счастливый О перьями на шляпах Судьбе не раз шепнём Веси Богу Судьбе не раз шепнём Судьбе не раз шепнём Судьбе шепнём Судьбе не раз шепнём Никого нет дома Я галантерейщик Бонасье Я знаю Сударь, умоляю Только два слова Отпустите меня Я люблю Кардинала Мне же больно Я знаю Что? Куда вы меня несёшь? Отпустите меня Я люблю Судьбе не лёшки На этом не Вни немножко Вот Кто бы не пришёл Мышеловку захлопнуть Понимаю Понимаю Отпустите меня! Я хозяйка этого дома, Констанция Боносьяч! Заматывай! Отпустите меня! Сударыня! Ну, что ж ты меня-то привязал к ней? Разматывай! Ногу мою! Сударыня, королева передала вам вчера ночью письмо. Где оно? Черт! Что? Я сейчас достану. Так. Ну? А-а-а! Я понимаю! Сейчас! Вот! А-а-а! Тебя упустила! А-а-а! 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 Спокойно-спокойно! Что такое? Все хорошо. Что вы делаете? Ничего, все в порядке. Так. Гораздо лучше. Еще немножко. Смотрите, как гладенько. Освежимся. Вот так. Сейчас я вытру. Сейчас будет все хорошо. Вот красивый ты мой. Ну, какой хорошенький. Вот так. Посадок. Готов. Счастливо. За что? А мне нравится. Идиот! Наверное, давай! Кто обижает женщину? Следующий. Я к вашим услугам. Ну? Да я ж тебе! Мир надо! Еще. Сударь, сударь, я не знаю, кто вы, но если вы друг, ради бога, заберите у них письмо, которое они меня похитили. Письмо! Быстро! Пожалуйста. Оно мне не нужно. Благодарю вас, сударь. Следующий. Быстро отсюда, быстро! Ну-ну-ну-ну! Милор, свидание состоится, поможет известное вам КБТ. Где-то я уже слышал это. КБТ. В таком случае, можете быть уверены, я убью вашего любовника, чем бы он ни был. Умоляю вас, умоляю вас, это не моя тайна. Я прошу вас забыть об этом, иначе нам обоих грозит смерть. Вы служите королеве. Молчите, молчите. Следующий. Умоляю вас. Ну, развяжите меня, наконец. Простите. Извините. Как мне благодарить вас? О, юноша, вы спасли не только меня. Нет. Да? Я делаю только то, что сделал бы любой мужчина на моем месте. Пустите меня, я должна бежать. Куда? Подальше от этого дома. Сейчас сюда вернутся люди-кардиналы. О, с людьми кардиналов встречался? Это не страшно. Вам нечего бояться, когда рядом с вами Д'Артаньян. Умоляю вас, останьтесь со мной хотя бы на пять минут. Храбрый юноша, при известных обстоятельствах пять минут это пять столетий. Умоляю вас, я должна уйти. Ну, где и когда я увижу вас снова? Вам очень хочется увидеть меня. Конечно! Если вы свободны. Да у меня муж. Галантерейщик не в счет. Тогда я свободна. Могу я положиться на ваши слова? Можете положиться. Где и когда я увижу вас? Уходите. Я обещаю, что позабочусь обо всем сама. Меня уже нет. Вы обещаете? Обещаете? Обещаю вам. Ну, держись, каналья. Констанция, я задержу её. Ничего. Минуточку. Больно. Прошу прощения. Чударь, это моя. Останьте. Благодарю вас, Канталья. Конец. В лувр. Я приду тебе вести. Не сдай. Не сдай. В лувр. Эй! В лувр. В лувр, в лувр. В лувр. В лувр. Пошли, ребята! Как зовут тебя, спасительница? Кэт. 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 О, а я Д'Артаньян. Я давно за вами наблюдал, но познакомиться сумел только сейчас. Я служу у леди Винтер на улице Флери. Я найду вас очень скоро. Пожалуйста. А когда? Очень скоро. Ждите. Д'Артаньян! Святая Екатерина. Я вас не узнаю, Рошефорг. Каким образом этой Констанции Буанасье удалось ускользнуть от вас? Всему виной этот проклятый гасконец Д'Артаньян. Это сущий дьявол. Ваше пресвященство... Прекрасно. Борьба с дьяволом моя святая обязанность. Этот юноша, кажется, зачислен в рото де Зессара. Да, монсеньор. Пригласите его ко мне. Господа! Атос! Вот что я нашел сегодня в комнате на столе. Как она туда попала, черт его знает! Господин Д'Артаньян Королевской гвардии, рота де Зессара приглашается сегодня к восьми часам во дворец кардинала. А я бы не ходил. Кардинал не дама. Разговор пойдет не о любви. Я согласен с Арамисом. Это свидание будет поопасенней любой дуэли. Будь что будет, но я пойду. А я бы не хотел попасть в Бастилию. Я согласен с Арамисом. Подумаешь, Бастилия. Вы же вытащите меня оттуда. А я зато узнаю, что мне скажут его высокопреосвященство. Я должен пойти, друзья мои. Кстати, дорогой Д'Артаньян, я вам никогда не рассказывал, что больше всего на свете я люблю гулять после... Во сколько вас вызывает его высокопреосвященство? Восьми часам. После восьми часов вечера возле дуэрца его высокопреосвященство. Давно мы не сталкивались с гвардейцами кардинала. Боюсь, что господин Ришилия считает нас покойниками. Мы будем рядом, Д'Артаньян. Не хотите ли полакомиться петушком, господа мушкетеры? Черт возьми! Остановитесь! Эта птица не из самых важных. Не слышали вы от вашей жены, милейшая господин Боанасье, имена Беккингэм или Камилла де Боатресси? Слышал вашего Зоха приосвященство? Так это я из-за Констанции попал сюда и так страдал! Возьмите. Это, может быть, как-то это вас утешит. Я в полном восхищении вашего высокопреосвященства. До свидания, милейший господин Боанасье, ибо я уверен, мы теперь будем видеться часто. Не правда ли? Я все понял. Это заговор. Франция в опасности. Я спасу Францию. Каждый шаг моей жены будет известен вам, ваше высокопреосвященство. Вы честный человек, господин Боанасье. Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Выпустите его, он свободен. Да здравствует кардинал! Ура великому кардиналу! Ну вот. Теперь он будет следить за собственной женой добровольно. Гениально. Сударь, это вы, Д'Артаньян, из Беарна? Да, ваша светлость. Прошу. Несколько месяцев тому назад вы оставили ваш родной город и отправились в Париж в поисках счастья. Да, ваша светлость. Когда вы проезжали Мэнг, вы попали в неприятную историю. Да, ваша светлость, дело в том, что я... Нет, я знаю, я знаю. Вы прекрасно осведомлены, ваше высокопреосвященство. Я к вашим услугам. Не спешите. Вы еще не знаете, что я вам предложу. Да простит меня ваша милость, но я уверен, что кардинал Франции не предложит мне ничего плохого или недостойного. Это верно. Я предлагаю вам партию в шахматы. Простите, а если я не играю в шахматы? То я вас научу. Прошу. Прошу. Садитесь. Садитесь, садитесь. Ну что ж, давайте сыграем. Итак, это пешки. Они ходят только вперед. Это фигуры. Они ходят по-разному. Это королева. Она ходит как угодно. Кому угодно? Тому, кто играет. А что делает король? Это самая слабая фигура. Нуждается в постоянной защите. Ясно. Начали. Прошу. Так нельзя. Почему? Ну, так вы теряете коня. Ну и пусть. Мне не надо случайных жертв. Переходите. Не буду. Тогда шах. А я сюда. Еще шах. А я сюда. Я вас съем. Вы способный ученик. Схватывайте на лету. Стараюсь. Вы мне нравитесь, Д'Артаньян. Хороший ход. Сильный. Однако, на мой взгляд, вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то руководил вами в той полной случайности и игре, которую вы избрали. Я предлагаю вам игру на моей стороне. Это большие деньги и большое доверие юношам. Ваше Высокопреосвященство, вы играете белыми, а я черными. Это значит, что все мои друзья находятся на стороне мушкетеров, а враги по какой-то роковой невероятной случайности служат Вашему Высокопреосвященству. Меня дурно приняли бы здесь и на меня плохо посмотрели бы там, если бы я принял Ваше предложение. Я не могу. Я не могу допустить, чтобы мои поступки имели бы такой вид, будто я продался Вам. Ну и что? Чтобы продался? Вы затем и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу. В верную руку, изворотливый ум. Вы мечтали о военной карьере? Ваша мечта сбудется. Вы мечтали о деньгах, положении. Вы получите и то, и другое. Все это так, но это было несколько раньше. А теперь у меня появились друзья. Нет, Ваше Высокопреосвященство, я не могу... Хватит! Вы игрок, Д'Артаньян. Азартный игрок. Мы с Вами еще поиграем. Будем считать, что наша партия отложена. Берегитесь, Д'Артаньян. Ибо с этой минуты никто не даст за Вашу жизнь ломаного гроша. Ваше Высокопреосвященство, я... Ваше Высокопреосвященство, азартный игрок. Господа, он идет? Будьте счастливы, не скучайте от меня. Приятные службы. Ну что? Ну? Поговорили? В шахматы играли. В шахматы? В шахматы. В шахматы. Я отказался играть на стороне кардинала. Ну и правильно сделали. Молодец. Да. Партию я еще не выиграл, а вот жизнь, кажется, уже проиграла. Ну, это мы еще посмотрим. Вы сделали то, что должны были сделать Д'Артаньян. Но, может быть, Вы сделали ошибку. Ваше Преосвященство, герцог Бекингем, в Париже. Пара, пара, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем. Мерси, Боку. Опять скрипит потертое седло, И ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пара, пара, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем. Мерси, Боку. Нужны Парижу деньги, цель ави. А рыцари ему нужны тем паче. Да. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пара, пара, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем. Мерси, Боку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пара, пара, порадуемся на своем веку. Пара, 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 пара. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем, Merci, Баку! Судьбе не раз шепнем! Судьбе не раз шепнем! Судьбе шепнем! Merci, Баку! Merci, Баку!